Наталья Комарова Внешнее давление заставило быстрее вести меры поддержки, которые долго обсуждались. В частности, Наталья Комарова анонсировала, что уже на этой неделе Дума Югры рассмотрит снижение ставок для IT-компаний. К слову, не все введенные меры требуют денежных вливаний. В Сургутском районе, например, сократили сроки получения разрешений на строительство. А для сургутских предпринимателей запускают чат-бот, в котором можно будет в любое время суток узнать о существующих льготах. В такого рода формате проще всего, как не неприятно и не хотелось бы, но ручное управление использовать, систему ручного управления использовать. И на этой возможности отрабатывать механизмы и программные решения, которые можно уже в этом тиражировании. В Когалыме любители быстрой еды теперь могут соблюдать и правила здорового питания. Здесь открылось кафе с фастфудом, где нет ничего жареного и с майонезом. Предприниматели изначально искали франшизу, которая станет альтернативой привычным бургерным. Из процесса приготовления нужно было исключить фритюр, но оставить все остальные качества, которые привлекают клиентов. Например, мясо здесь не жарят, а варят, чтобы сохранить все полезные свойства. Здесь ничего не жарится, все делается по новой технологии СУВИД в вакуумных пакетах, все долго вываривается. Это франшиза. И то есть мы искали эту сеть, чтобы конкуренцию создать, и тут все сложилось. Санкции. В Югре подешевели свинина, сливочное масло, пастеризированное молоко, сахар и белокочанная капуста. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал заместитель губернатора Роман Генкель. Он также сообщил, что на некоторые продукты цены выросли на 5%. В список входят молоко, куры, мороженая рыба, гречка и мука. При этом торговые сети не испытывают проблем с закупкой продуктов. Необходимые запасы в регионе были сделаны преждевременно. По результатам мониторинга товарных запасов торговой сети на 18 апреля, по всем наименованиям товарные запасы современно выполняются. И обеспеченность населения необходимой продукции составляет до 89 дней, в зависимости от срока хранения. Накануне днем в Сургуте 48-летний мужчина за рулем Фиата сбил 12-летнего ребенка, на пешеходном переходе. Мальчик получил травмы. А спустя несколько часов также в Сургуте 28-летний водитель автомобиля Киа сбил еще одного ребенка в жилой зоне. 13-летний пешеход также получил травмы. Всего за вчерашний день в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Госавтоинспекторы задержали 8 водителей в состоянии опьянения. Четверо отказались пройти освидетельствование. Один из них сел за руль нетрезвым повторно. За выезд на встречку привлекли 31 водителя и 44 за нарушение правил перевозки детей. Жители Нижневартовска смогут получить новую меру социальной поддержки. Речь о льготниках, которые планируют новоселье в рамках программы переселения из непригодного жилья. Теперь горожанам не придется выплачивать разницу между стоимостью квартир. Раньше, согласно действующему законодательству, жители обязаны были доплачивать за новое помещение, если оно оказывалось дороже прежнего. С этой темой вартовчане обращались в администрацию города. Поручение принять меры в решении вопроса дала и губернатор Югры Наталья Комарова. Благодаря совместной работе властей муниципалитета и округа удалось его решить и освободить часть жителей от выплаты. Это многодетные семьи, инвалиды, несовершеннолетние, недееспособные, пенсионеры по старости, которые прожили не менее 10 лет в Нижнем Артовске. Поэтому на сегодня вот эта категория лиц, она у нас будет освобождена от этой доплаты. Ну и, соответственно, вопрос переселения такой категории лиц из аварийного жилья, он практически должен закрыться. В Югре индивидуальные предприниматели с инвалидностью, у которых нет наемных работников, смогут получить статус социального предприятия. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказала Наталья Комарова. По словам губернатора, эта мера позволит индивидуальным предпринимателям с ограниченными возможностями здоровья получить субсидии, а также облегчит им доступ к необходимой инфраструктуре и образовательным проектам. Пони-спорт войдет в культурную программу IT-форума. Соревнования пройдут с 7 по 9 июня среди спортсменов от 3 до 16 лет. Интересно, что состязания в Ханты-Мансийске будут синхронизироваться со состязаниями в Москве. Два конно-спортивных центра оснастят видеокамерами и другим новейшим оборудованием. Так, на зеркальный конкурт будут выходить соревноваться одновременно пара в Москве и пара в Ханты-Мансийске. Ханты-Мансийский технологопедагический колледж возрождает строотряды. В учреждении провели конференцию, посвященную этому движению. Студенты поделились с сокурсниками впечатлениями о работе в составе местного строительного отряда «Другой ритм». Учащимся удалось поучаствовать в возведении масштабного объекта. Семь ребят в феврале и марте работали на межрегиональной студенческой стройке «Мирный атом. Прорыв». Учащиеся из Ханты-Мансийска внесли свой вклад в строительство реактора «Брест-300». Врачи Нижневартовской городской поликлиники готовы круглосуточно прививать жителей против клещевого энцефалита. С начала года в Югре вакцинировались почти 23 тысячи человек. Более 1600 из них в артовчане. Отмечу, только в прошлом году в округе зарегистрировали более 4000 случаев нападения клещей на югорчан. У 11 был выявлен клещевой энцефалит. Специалисты напоминают, лучшая защита – это, конечно, прививка. Первую инъекцию медики делают в выбранный день. Вторую необходимо произвести в интервале от 1 до 7 месяцев. Работает он круглосуточно, в любое время дня и ночи можно подойти. Значит, если все-таки клеща удалили сами, то принести его показать. Если трудно было удалять его, то удалит этот доктор. Если человек был непривитой, то мы его взвесим, сделаем ему иммуноглобулин. Значит, на сегодня у нас достаточно иммуноглобулина почти на 554 человека. Если рассчитывать максимальную дозу, то город, пускай, будет спокоен. Жители Лангипаса выбрали новогоднюю сказку. Именно так называется проект, который выиграл в окружном конкурсе «Инициатив». Всего же финансовую поддержку получат 68 социально значимых проектов из 46 городов и поселков Югры. Что же касается новогодней сказки, то авторы, члены молодежной палаты при городском парламенте, описывают ее как большой, красивый, открытый каток, который начнут строить с приходом морозов. На его создание из окружного бюджета поступит субсидия в размере 4 миллиона рублей. Новогодняя сказка появится на центральной площади города. Проект «Новогодняя сказка Лангипаса» подразумевает строительство быстровозводимого катка вокруг новогодней елки, резиденцию Деда Мороза, пункта проката, обогрева, выдачи коньков, пункта питания также там. Коньки будут выдаваться абсолютно бесплатно, будет все закуплено в рамках проекта. Также украшение елки, звезду мы предполагаем заменить на кремлевскую, в стиле кремлевской звезды, чтобы красивая красная звезда была. Шатер светодиодный будет над катком.